Екатерина Фролова живет в этом доме с детства. Отмечает, яма возле подъезда образовалась более пяти лет назад. Несколько раз ее засыпали щебнем, но надолго такого ремонта не хватает. Ходить мимо дыры в просевшем асфальте девушка опасается. Ребенка это страшно, потому что начала сейчас недавно бегать, топать. И очень страшно. Стараешься, когда мимо идем, держать за руку. Но с коляской тоже страшно, например. Опять же, здесь проезжают машины. Очень боишься. Приходится останавливаться, заезжать на газон, пропускать машину. Поэтому не очень удобно, конечно. Чтобы не упасть в яму, ее заполнили старой мебелью и сухими ветками, рассказывает Любовь Максименко. Но когда на улице темно, жители все равно подворачивают ноги. Когда дожди, непогода, здесь, соответственно, получается бассейн целый. То есть приходится и обходить, и объезжать. В общем, удобство очень небольшое. Неболее оно потихоньку оседает, расширяется. Соответственно, желательно, конечно, это ликвидировать и убрать. Неудобно не только ходить, но и ездить, утверждает Вадим Зорин. Два автомобиля на этом участке разъехаться не могут. Водители боятся аварии. Да объезжать – это вообще дурдом. Вот так, когда не успеешь, вот так, курлык в яму, и все, и машины нет. Это полуремонт, полустоимости машины надо даже за ремонт. Получается, ну, серьезно, то бордюру колесом ударишься, то еще как-то. По-другому никак. Ребенок, когда за дурдом ездит, она вообще говорит, посмотри, папа, чтобы я проехал, чтобы в яму не упасть. Ну, зачем это, что это за дурдом? В местном коммунальном предприятии об аварийной ситуации узнали две недели назад. Яма в асфальте образовалась вокруг водопроводного колодца, говорит Елена Остапенко. Получается, этот колодец горводоканала, он расположен на асфальтовом покрытии, проехала машина, немножечко колесом провалила этот колодец. Мы поставили в известный горводоканал, горводоканал будут проводить эти работы. В Донецком водоканале к решению проблемы уже приступили, уверяет директор предприятия. Проблема, скажем так, чисто на бумагах уже решена, данная территория уже огорожена, и заказана плита перекрытия, естественно, которая будет куплена сегодня-завтра, плюс люк, и в ближайшее время мы устраним данную ситуацию, отремонтируем полностью этот разрушенный колодец. На работы предприятия потратят несколько тысяч гривен. Гарантия после ремонта – пару десятилетий. Но если большегрузы и дальше продолжат ездить по этому месту, яма может образоваться вновь. Екатерина Пороханяк, Руслан Новиков, Панорама.